Наклоны? Наклоны нормальные. А что болит? Болит крестец между этими. Ну, а как он болит? Когда? Держите. Ну как, я на нос как-то в покое болит даже. Когда сплю, утром просыпаюсь, не могу подняться. А приседание коленки? Приседать нормально. Я вроде приседаю. А вот когда хожу по лестнице, особенно не спускаюсь, болит. И так болит. А шея что? А шея? Прикольненький. Нет. Зажим был раньше. Лежала в неврологии. Так что шея так и не понял. Ну, это сейчас нормально вроде. В общем, вы более-менее здоровый, да, я так понимаю? Нет, более-менее у меня вот крестец очень. Ноги тянет. Крестец сейчас болит в данный момент? Болит. Ага. И между лопатками. Еще четвертый, по-моему, позвонок у меня там гемангиома или что-то такое. Гемангиома? Ага. Сын, может, клещи. Когда у меня была мысль интересная. А, два дня ничего не делать после этого. Хорошо. То есть как? Ну, ничего не поднимать, просто гулять. Гулять и все. Да. А так не лежать ли уже, нет? Не, не надо. Надо прогуливаться тоже. А так обеспаливающие или что-то? Не, вам просто мышцы чуть поболят и все, маленькую капельку. Ничего смертельного. Я боюсь. Что бояться? Боль короткая. Потерпите и все. Снимайте эту вещь. Да, можно. Человек хочет. Ну, мы снимаем. Ложитесь. Сюда голову, да? Да. Как зовут? Галина. Ага. Голову на бок. Голову на бок. Ага. То есть сразу мы видим, булочка поднята, крестец надо будет топить туда. Ртом. Вдох и выдох. Ртом. Все, все. То есть за момент заметил, когда у человека мозг начинает тормозить, голова прямо направо, человек не слышит. Сейчас тоже вдох не слышит. И такие моменты будет много-много-много. Это будут влезти наши мозги в изобилии. Так, пациентка спокойная, а когда неспокойная, вы знаете, что происходит? Да вы представляете, да? Надо сперва обучиться, наверное, на психолога, потом хостоправство занимать. Ну что? Да, посмотрим, давайте. Лапки расслабьте. Ну да, они в разных сторон гуляют. Все, здорово, мы вас вылечили. Ртом глубокий вдох, выдох. Чуть-чуть быстрее. Выдох. Не дышать. Вдох. Выдох. Дальше то же самое. Еще. Еще. Все нормально? Или еще страшно? Тоже не страшно? Лапку расслабьте, не напрягайте человека. Да, автоматика. Автоматика. Довольчик. Все-все. Ваша цель отдыхать и дремать, понятно? Да. Ну, расслабьте, не напрягайте лапку. Да, уже лучше. Вдох и выдох. Еще. Все-все, это расслабьте чуть-чуть. Немножко потерпите, не бойтесь. Вдох и выдох. Дальше. Дальше. Еще. Еще. Все нормально? Да. То есть, пацаны, контакт идет. Там вот для лапок и штучки, если хотите. Вдох и выдох. Еще. Терпимо? Паузу сделаем, если надо. Нет, непонятно. У нее эта лапка меньше. А поднят крестец здесь. Почему так? Если мы его вот выставим туда, по идее, должна быть. Это еще длиннее. А что-то происходит? Не вооруженцы. А? Не, это понятно. Просто, если мы его вот выставим, вот он туда упадет, это будет еще длиннее. А по идее, должен что-нибудь урона вместе быть. Погодите, а если это поднято вверх, значит, какая у нас? Правая. Надо подумать, почему это происходит. А у нас еще основная? Да нет, а у нас еще это. Вот. И получается вот логика просто. Если бы это было поднято вверх, понятно было, что мы ее топим. Да. А здесь, получается, мы эту, ну, выставляем, еще длиннее будет. И скалюзи там, ну, есть скалюзи, не такой прям масштабный, что-то это. Что делать? Еще раз, чтобы она еще длиннее была. Это мистика, понятно? Про нормальное явление. Терпимо? Да. Чуть будет только амбиций, не потерпите. Может, она вот так и была всегда. Расслабьте. Поэтому крестеца боится, что неравномерно все у нас происходит. У меня с правой стороны больше будет. Да. Третье здесь делаем, потом тут, этот, уходим сюда, потом меняем, меняем. Что-то здесь оно не прям хорошо и ставится. Она обычно почти-почти-чуть и опускается. А здесь, как была, так и есть. Да, крестец очень сильно тут в спазмах. А, решила, твой вопрос решила? Ну, тут надо решить. Как у нас дела? Ничего. Все нам больно? Ничего. Давайте что-то с крестцом делать. Да. А я не могу, мне не хватает мозгов. Ну, как бы она почти что ровная, вот эта вот, но все равно чуется, чуется, что она не то. Надо понять, когда мы выставим эту сторону, она еще сильнее будет. И что потом делать? А, что можно? А, ну, у нас нет варианта. Видишь, она вся немножко поднята булочка, правая сторона. Ну, тут у нее проблема вся здесь. Понятно, я понимаю. Она все вот внутри, сильно-сильно. Копчик посмотрите. Копчик посмотрю. И сразу все выравнивается, да? Да, здесь уже. А, все вправо, короче, у нас идет, да? Расслабьте булочки. Да, вправо. Что-то у нас все такое зажатое. Да, в эти минуты этой стороны. Да, не просто наверх, поднимем, чтобы не было вам человека туда, пусть выкат на бока. Так, потерпим, сейчас будем эту штуку непонятно вставить. Расслабить. На массажах вы не бываете, да, я так понимаю? Бываю. Когда? Ну, была, может, полгода назад. Сколько раз? Пол раза? Да нет, ну, курс прохожу. Расслабить. Еще немножко. Ну, все. Ага. Расслабьтесь. Что там? Я тоже не знаю. Ну, а, короче, вернулась на круги своя. Да, я думаю, у нас не хватит, во-первых, колени, это не хватит столько мощности дернуть, и тут оно, ну, некуда выдергивать. Что делать? Мы с этого положения хотели делать, варенье так. Двенечко. Нет? Нет? Что? Нам не было. Другой из-за йоги. Да. Это йога была. А вы на главкала не записывались или нет? Нет, не записывался. Можно записаться? Ну, было бы чудно попасть вам, потому что мы тут не можем до конца разгрузить. Расслабьте лапки, пожалуйста, не шевелите ими. Угу. Выше поднимитесь чуть-чуть. А я все равно, я даже вот постоянно, наверное, на правую. Ну, если это вот так вот выгнать, это чуть-чуть. Ну, потом еще колени посмотрим. Руки так его под голову ложите. Цельными. У нас оставили на произвол судьбы. Что хочешь, то и делай. Видите, мы не можем справиться. А, да, вот тогда ладно. Ну, что-то с иголками. Но иголки, но они тоже не смогут сразу так, потому что у нас очень сильно. А, ну, вот куда приехали? Белородская область. Не может, ну, может, там какой-нибудь сходит. Ну, поставили что-то их. Ну, почему-то не завтра еще здесь? Завтра еще здесь. Завтра еще здесь. Завтра у нас иглы, да. Цена очень демократичная. Как демократичное слово переводится? Нормальное. Лояльное. Лояльное условие. Значит, здесь акцент будет весь, чтобы забить крестец, что туда. Потому что вот насколько пробиваешь, все равно оно... Да. Позвонки все ставится, все это. А вот это вот не источник. А у вас с чем деятельность связана ваша? Скажите, пожалуйста. Я всю жизнь торговый проработал. Как и я. Да, все выставилось. Все чудесно выставилось, конечно. Руки под лобик сильнее чуть-чуть. Все расслабьте, и к этим плечиками не блокируйте. Он еще на пациентке лежала, иди входит. У нее тоже. Но она не была у нас. Вот правая у нее сторона поднята, видишь? Да, сюда. Ой, смотри, встала и пояснись удел. Да. Леха, иди за ней. Надо вот так спиннингом ее хоп за шиворот, прям куда закинул. Нет, как китов ловят, трезутся. Тихо. Тихо. Вам надо. Вам на храпку, да? Кстати, ехала и так вот уже. Идут люди думают. Это потом будет нам очень, ну, вам будет очень мозг грузить, потому что могут постоянно анализировать это все. Где бы вы уже не были, это уже все. Все нормально? Нет. 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 Мне картина представила, как ты лосо, да, этого? Надо, Марина, машину поближе подогнать сюда, чтобы людям удобнее, надо затягивать, мы с машиной вот так вот, да, чтобы они не бились в стекло. Все так спокойно, тихо, да, после вчерашнего дня, вчера помните? Да, это клава, потому что буренками, на бок ложитесь ко мне лицом, руку под голову. Все, не крутится, давайте руку, сделайте вдох и выдох. Маникюр, умница, да, сделала, свеженький? Да. Вдох, выдох. На другой бок. Вдох и выдох. На спинку. Голова не кружится? Нет. Где его пришло? Ну, расслабьте лапку. Ну, такой себе. Их можно дергать, но они, это, не самые, да. Расслабьте. Они вот все хрустят. Мхаш, нужно их кормить, хаш. Кроме ложки, тогда. Какой? Хаш, баранина. Это такое, знаете, блюдо? А, да. А кисели? Кисели тоже хорошо, очень хорошо. С чем? С бараниной. Пожалуйста, не помогайте, расслабьте. Это надо аккуратно дернуть, открыть эти соединения. Чем? Не получается расслабить. Видите, это высший уровень костоправства, понятно? Сейчас я покажу, она сама и выстоится. Сигнализация срабатывает. Нет, просто расслабиться. Зубки вместе, руки расслабить. Здесь очень сложно делать, потому что она напряжена, их чуть хрупкая, то есть все. А если бы еще пациентка, как клава болтала, то вообще не знаю, что. Клава мозг уносит сразу, видели? А как бульонок пасти, думаете, легко? Она с ними разговаривает. Расслабить. Расслабить, ну. Присаживайтесь на краешек. Расслабить. Расслабить. Так что пациентам, вот многим, будет все равно. Устали вы, не устали. Им нужно свою историю рассказать. И все. Вот. Причем как одержимый, да, вот, рассказывать частенько. Расслабить. Если мы эти моменты не будем убирать, то быстро крыша поедет у нас у самих. Вы видите это все. Вот так вот все. Понимаете? Вы у нас хороший образец. Спокойный. Бывают буйные. Что? Бывают буйные. Нет, болтливые. Очень болтливые. Крутите головой по большому кругу. Хрустит. О, если хрустит, это ничего. Голова не кружится? Чуть-чуть. Вставайте, не прыгайте. Идите вперед туда, неизвестным вещам. Прямо. Ко мне лицом. Лапки шире. Руками до пола посередине. До одного белого носочка. Двумя руками. До другого. Покажите мощь. Это не мощь. Мощь быстро должна быть. Головой вместе мощь. Так, 10 раз приседаний. И слушаем колени, крестец. Как они себя чувствуют. Нам вот ресепшн будет на кухню перенести. Теперь проверяйте. Крутитесь. Наклоны, повороты. Проверяйте спинку. Грудной отдел, который у вас болел. Все проверяйте. Всего человека проверяйте. Ага, ну, туда еще их поставят везде. Два дня будут небольшие такие отходники. За это не переживайте. Главное, ничего не поднимать. Мышцы будут перестраиваться. Надо будет тут тушь вытереть. Ага. Дай вам здоровье, можно одеваться.